Пятницу по традиции встречаем с новым выпуском газеты Одинцовской недели. Семи футов подкилим, желаем детскому саду в Ново-Ивановском. Архитекторы сделали проект в виде кораблика, сад уже работает, а его команда малышей надевает во время спортивных занятий тельняшки. Новости Подмосковья и нашего округа касаются одной и той же темы. Зима приближается, а значит, нужна исправная снегоуборочная техника. Коммунальщики закупают новую, а старую приводят в порядок. Преподаватель французского Надежда Кожемякина из Одинцова победила в областном конкурсе учителей иностранных языков. Но есть мнение, что вот не нужны нам сейчас европейские языки, а нужны африканские. Хотя на французском, между прочим, половина Африки говорит. А что по этому поводу думают жители округа, выяснила наш корреспондент Екатерина Крамер. На школе только английский язык изучаем. А где вот вообще используете чаще всего английский язык? Чаще всего, честно говоря, в играх используем. А какой, на ваш взгляд, самый сложный или красивый язык? Самый сложный – это китайский, наверное, самый красивый – это итальянский. Русский. На другой я как-то не рассчитываю. Самый наш русский. Какой он еще? Родной. Английский. А вот вам он пригодился вообще в жизни или не использовал? Нет, нет. Нигде не использовала, и мне он не пригодился. А вот на ваш взгляд, какой самый сложный и красивый язык? Мне кажется, французский. Я изучала немецкий, но мне в жизни он не пригодился. А какой, вы считаете, самый сложный и красивый язык? Ну, мне нравится итальянский. Немецкий, английский. А как он пригодился вам в жизни? Ну, по школе, а потом так, как бы сказать, работа немножко. Детям помогала в школе. А как думаете, какой язык самый красивый и сложный? Ой, я даже не знаю. Но все языки, мне кажется, хорошие сами по себе. Ну, мне кажется, ну, для меня был сложный английский, конечно. Продолжаем разговор. В манеже Московского конного завода номер один прошел аукцион орловских рысаков. Репортаж с этого красивого события подготовили корреспондент Валерия Баранцева и фотограф Евгения Демина. Можно ли научить школьным премудростям и дать азы профессии детям, которым в силу их ограниченных возможностей здоровья учеба дается нелегко? Можно. Если доверить это настоящим мастерам своего дела. Таким, как учителя школы «Надежда» и преподаватели Одинцовского техникума. Осень, пора включить отопление. Процедура довольно непростая. Нужно наполнить все системы теплоносителем. Да так, чтобы воздушных пузырей не осталось. Иначе часть батарей будет холодной. Обзор очередного выпуска нашей газеты подходит к концу. Осталось рассказать разве что о происшествиях. Одинцовская полиция на минувшей неделе ловила воришек. Один разграбил чужой хозблок, вытащил из него хозяйские инструменты. Двое других в гипермаркете пытались переобуться в новые кроссовки и уйти в них. Гениальный план не сработал, всех поймали. В Одинцовской квартире гонялись друг за другом двое двухлетних братьев-близнецов. И один другого случайно ткнул кухонным ножом. К счастью, травма оказалась не опасной. Но такой случай урок всем взрослым. За малышню и надо приглядывать. Нужны подробности? Их вы можете прочитать на страницах нашей газеты. А если бумажного выпуска вам по каким-то причинам не досталось, то и в интернете. Вот наш адрес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова